всем привет сегодня у нас третий урок на которой мы будем плести круглое дно подъем стоек двумя способами веревочку загибку разгул для начала мы должны отрезать кончики по-хорошему но можно и не обрезать но это если вы хотите красивую изнанку значит обрезаем обязательно все вот эти вот уголочки вообще надо себя приучить это делать после чего мы обрезаем под острым углом наши трубочки это мы сейчас будем их наращивать между собой делаем хорошо острый угол после того как мы обрезали наши трубочки мы берем клей и наполняем наши кончики клеем можно сразу все наполнять можно по одному когда мы наполнили клеем по одной капельке совсем немножко мы берем наши обрезаны трубочки слегка придавливаем и просовываем внутрь она хорошо туда входит под острым углом она идеально входит в трубочку так мы проделываем со всеми трубочками я взяла трубочек чтобы у меня было три на три вот смотрите у меня 6 трубочек получилось и берем еще одну сдвоенную и начнем ей плести делаем их крест-накрест слегка приплюснули в этом месте где мы их соединяем здесь у нас наращивание идет и здесь же мы их здесь можно если вы у вас не получается плести придерживая руками значит привет приклеиваем ждем пока немного просохнет потом начинаем плести чтобы у вас трубочки не катались туда-сюда мне это уже делать не надо поэтому я плету держа руками смотрите обернули нашими двумя трубочками оборачиваем и нижнюю трубочку поднимаем наверх а верхнюю пускаем вниз в такой последовательности мы плетем всегда нашу веревочку сначала идет нижняя трубочка после идет верхняя трубочка проплетаю я так два ряда первую трубочку мы всегда должны обязательно чем-то пометить или ниточкой или еще чем-нибудь я потом позже ее помечу осторожно положили на стол или сразу можете положить на стол и плести на столе если вы подклеили теперь мы должны разъединить наши трубочки обязательно отсоединяем или отверточкой или ножничками или что у вас есть или спицей просто вот так вот плести отклонив пальцами не стоит делать желательно примут хорошо отсоединить чем-то и проплетаем дальше в таком же порядке сейчас мы нарастим еще наращиваем и под низом или чуть-чуть сбоку промазываем клеем слегка придавливаем уголочек внутрь и нарастили если у вас хорошо обрезанный угол ровный то иногда даже не надо ничего придавливать просто одеваем трубочку и все как я говорила сначала идет верхняя трубочка под низ потом идет нижняя наверх осторожно проплетаем плотно трубочки стоечки должны быть обязательно сухими веревочка трубочки рабочие у нас влажные если у вас стойки будут не сухими вы не сможете плести особенно новеньким так как мы учимся только сухие стойки аккуратно продеваем между и проплетаем если вам сложно так мелкие стежочки такие делать значит у меня там два ряда я делала по кругу самые первые два ряда сделайте не 2 сделайте 3 4 ряда 5 рядов сделайте тогда будет расстояние пошире когда вы будете разъединять вот эти стойки и вам будет может быть легче плести чтобы не были такие мелкие стежки они у вас будут чуть чуть покрупнее аккуратно туда загоняем отверточку внутрь и раздвигаем наши стоечки и так мы проплетаем по кругу или определенное расстояние диаметр не забываем смотреть чтобы у нас расстояние между стоек было примерно одинаковое потому что потом будет про поправлять сложнее смотрите это сразу чтобы у нас все было одинаковое со всех сторон теперь смотрите я примерила чтобы видите сильно большое промежутки большие поэтому я буду добавлять еще дополнительные стойки вы тоже смотрите по своим донышком если вам нужен больше диаметр соответственно вам надо будет добавлять больше трубочек тут я решила добавлять через одну если так распределить то как раз будет приличное расстояние между стоек если у вас будет донышко побольше значит вы ставите не через одну а на каждую вот я пометила свою первую стоечку чтобы не запутаться потом на где она мы начинаем плести там мы заканчиваем это всегда так обрезали свою трубочку и будем подставлять когда сейчас я подойду до нашей веревочки с этого момента мы будем подставлять наши дополнительные стойки стойки как я уже говорила должны быть сухими плетите всегда на чем-то подложивайте всегда какую-то подложку какой-то листик или что-то еще не плетите на столе какой бы стол не был чистый все равно вы крутите туда-сюда изделие и она будет пачкаться с изнаночной стороны теперь смотрите мы продеваем осторожно слегка подклеиваем маленький кончик клея капелька и подсовываем его туда и плетем процессе плетения мы подставляем наши стойки можно в принципе проплести целый ряд после этого потом добавить стойки и плести дальше но когда мелкие стежки легче подставлять стойки сразу как я и говорила я подставляю стойки через одну мне этого достаточно это самая обычная донышко ничего в нем сложного нет стойки подставлять можно как в начале так и потом если у вас будет очень большой диаметр значит вы проплетаете какой-то определенная размер диаметра после этого можно добавить еще стойки если уже большое расстояние между стойками так добавлять стойки можно до бесконечности главное чтоб вы их подставляли равномерно со всех сторон одинаково можно подставить сразу на одну стойку сразу две стойки дополнительных это все на ваше усмотрение две стойки три стойки сколько у вам угодно все это зависит от диаметра и от того как выход какой вы узор хотите получить от вашего круга мы пока учимся делаем так подставляем наши стоечки полила я еще четыре ряда с нашими уже добавленными стоечками теперь мы будем их раздвигать можно в принципе проплести еще смотрите сами я уже начинаю его раздвигать и проплетаем так как мы делали в начале осторожно раздвигаем отверткой и разъединяем их и просто проплетаем еще нужный размер пока Подошли мы к нашей веревочке. И теперь мы примеряем нашу форму. Смотрите, она четко встала. Там на миллиметр, на два должно быть больше, чем форма плетения наше. И теперь мы будем делать, поднимать наши стойки одним из способов. Эти трубочки рабочие мы никуда не деваем, мы их оставляем в покое. Они нам еще пригодятся. Отодвигаем немного в сторону от рабочих трубочек свой круг. И теперь будем поднимать стойки. Отверткой помогаем себе для того, чтобы у нас осталось там место. Можно подставить тут дополнительную трубочку, чтобы зафиксировать место, забронировать. Можно просто его немножко оттопырить. Чтобы потом можно было туда продеть трубочку. Продеваем мы сразу за две. Теперь следующую делаем так же. Оставляем немного места и тоже загибаем за две стойки. Немного придавливаем к плетению, чтобы все было ровненько. Аккуратно, красиво делаем наши первые стежки. Потому что потом вы их не поправите. Следующую трубочку мы задеваем так же за две. Наши рабочие трубочки убираем в сторону, в середину круга. Чтобы они нам не мешались. Поднимаем вверх. Следующий стоячок так же. Веревочку, которую мы цепляли, ее можно уже в принципе убрать. Она все равно сместится в другое место. Ниточку я имею ввиду. Так вот я убрала свои рабочие трубочки внутрь. А мы продолжаем. Загибаем за две. И поднимаем вверх. Следующую стоечку делаем так же. Так же за две. Подниз и поднимаем вверх. Получается очень красивая такая. Вот такой подъем красивый. И не сложный. Он похож на веревочку из трех. Вот они наши рабочие трубочки. Они у нас выйдут наружу. Потом. Пока мы их не трогаем. Вот они вышли. Можете их пока не трогать. Чтоб они вам не мешались. Так мы проходим по кругу. Загибаем по две. И поднимаем наверх стойку. Для этого нужны нам. Поэтому в самом начале мы их соединяли. Трубочки. У меня они длиной 30 сантиметров. Поэтому я их изначально соединила. Чтоб они были длинные. Чтоб у меня стойки теперь получились тоже длинные. Чтоб они не были короткими. Вы учтите этот момент. Потому что вот этот подъем трубочек, стоечек. Он требует какой-то промежуток. Какое-то расстояние, длину стоек. Он забирает этот, это расстояние. Поэтому это учтите. Теперь смотрите. Подошли мы к началу. Согнули трубочку в нескольких местах аккуратно. Трубочка должна быть влажная. Вы ее должны смочить немного. И продеть. Аккуратно все выровняли. Теперь следующую. Также мы загнули. Под низ. Завели. И теперь. Там где мы оставляли место. В самый внутрь мы заводим следующий стоячок. Под две трубочки. И выводим наружу. Ступеньками такими получается. Эти трубочки должны быть, как я сказала, слегка увлажнены. Иначе они у вас потрескаются. Вот такая вот получается у нас. Типа веревочки из трех получилась на вид. На самом деле это не она. Теперь мы поставили нашу форму. И нашли первую трубочку. Вот откуда вышла наша первая рабочая трубочка. Значит это первая стоячка у нас. Обязательно ее помечаем. Теперь мы будем плести веревочку из двух. Самую обычную. Берем правую трубочку. И начинаем плести. Заводим ее за пустой стоячок. И оставляем внизу. Берем нижнюю. Так же как и в горизонтальном круге. Мы сначала берем нижнюю. Потом верхнюю. Поднимаем ее наверх. И осторожно заводим. Стоечки мы сразу же поправляем. Так как они должны быть. Заводим. И сразу стойку в этот момент мы выравниваем. Придерживаем ее пальчиком. Потом только придавливаем ее следующим стежком. И так мы продолжаем делать по кругу. Если вам нужно плести таким узором до самого верха. Значит вы можете. Вот как вы сейчас плетете. Так вы и продолжаете плести по кругу. Независимо где у вас первый стоячок был. Потом просто будете заканчивать плетение. И последний ряд уже. Вы закончите веревочку. Так как надо. А сейчас мы просто плетем по кругу. По спирали. Без остановки. Не надо заканчивать каждый ряд. Но так как я буду вам показывать. Я буду заканчивать первый ряд. И буду вам показывать как это делается. Делаем наращивание. Вот вы согнули посредине трубочку. И чуть-чуть на 2-3 миллиметра вбок. Отрезаем скоршенный уголочек. И наращиваем. Немного придавили внутрь. И одели трубочку. И вот там где вы придавливали. Там оно и остается. Трубочка чуть-чуть вбок уходит. Она потом веревочкой закрывается. И тогда у вас получается красивая изнанка. И красивое лицо. Трубочки обязательно придерживаем стоечки. Желательно, если у вас стоечки сильно гуляют, значит вы расчерчиваете себе на листике. И этот листик подкладываете внутрь на форму. Приклеиваете. И после того вы сможете равняться по листику стоечками вертикальными. После того, как вы подняли стоечки, желательно взять резиночку, любая, которая у вас есть. Завязали. Стоечки подровняли и оставили на время, чтобы ваши все стойки хорошо взялись, хорошо высохли. Идеально. И выровнялись. Они встанут так, как надо, как солдатики. И тогда вам будет намного легче плести ваше плетение. Ну а мы продолжаем. Смотрите, вот наша первая трубочка. Вот здесь вот у нас выходила самая первая трубочка рабочая. Мы подошли к последней стоечке. Вот она наша трубочка. Здесь мы выходим, здесь мы закончили. Мы берем нашу левую трубочку и заводим через один за следующий стоячок. А потом только берем правую трубочку. Последняя трубочка у нас всегда в любой веревочке должна заходить за помеченный стоячок. Хоть эта веревочка из двух, или из трех, или из четырех, всегда последняя трубочка заходит за помеченный стоячок. После этого мы теперь можем сплести дальше. Так мы закончили ряд. Так заканчивается ряд у всех веревочек. Только количество трубочек разное. После этого мы можем начать любой узор. Хоть ситец, хоть какую-то другую веревочку. Я продолжаю эту же веревочку. Прямая называется. Также плетем. Это о чем я вам говорила. Что если вам надо проплести много рядов одинаковым узором веревочкой, мы просто вот это вот закрытие ряда, которое я вам показала, мы его не делаем. Мы просто плетем обычно, без остановки. А в конце, уже в самом, когда вы заканчиваете последний ряд, мы делаем вот такое закрытие ряда обязательно. После этого мы только можем перейти на другой какой-то узор. Всегда перед тем, как сменить узоры, мы закрываем веревочку. Ситец мы не закрываем. Вы его никак не сможете закрыть. А веревочки мы всегда закрываем. Хоть это прямая, хоть обратная, без разницы. Проплетаю я еще веревочкой из двух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь буду опять закрывать. Еще раз показываю. Смотрите. Стоячок последний. Значит берем левую трубочку. Сначала мы брали правую и заводили ее. А теперь мы берем левую. И заводим через наш помеченный стоячок за следующий. После этого мы берем уже правую трубочку и заводим за помеченный стоячок. Вот закрыли ряд. Все. На этом моменте можно обрезать трубочки или спрятать их внутрь и закончить плетение. Если у вас это уже конец плетения. Я проплетаю еще несколько рядов веревочки из двух. И теперь из-за того, что я закрыла первый ряд и второй, значит мне придется закрывать каждый ряд. Но у меня будет невысокая корзинка, поэтому ничего страшного. Да в принципе и вообще страшного ничего нет. Просто потом надо не забывать его закрывать, иначе это будет видно. Но если вы плетете, как я говорила, по кругу много рядов одного и того же, закрывать не надо. Просто плетете по кругу, без остановки, на закрытии. А мне теперь нужно закрывать каждый ряд. Доплетаю я до верха. Так, смотрите, закрываем последний ряд. Если вы плели по спирали, вам тоже его нужно обязательно закрыть. Последний ряд. Закрыли. Теперь я могу сплести другой узор. Абсолютно любой узор. Хоть это ситец, хоть это веревочки. Любые. Смотрите, если бы это была обычная веревочка, я бы подняла наверх. А обратную веревочку мы опускаем наоборот под низ. Не наверх трубочки, а под низ трубочки. Вот сюда. Наращиваем. Так, опять смотрим. Под низ. Верхнюю берем. И опять под низ. Эта веревочка называется обратная. Так же само придерживаем пальчиком наши стоечки, чтобы они у нас никуда не гуляли. Так мы проплетаем по кругу и получаем своеобразную косичку. Если плести такую веревочку из трех, то получается очень красивая косичка. Смотрите, заканчиваем ряд. Подошли мы к нашей первой стоечку. Мы проплетаем так же, как и плели. Только мы оставляем его там сзади. Для этого нужно убрать форму. Иначе будет неудобно. Вот я убрала форму. Там мы ее оставили, эту трубочку, которую мы проплели. А вот следующую мы уже... Смотрите, вот сюда. Вот у нас идет одна, а нам нужно, чтобы вот она одна и вверху вторая. И здесь так же. Мы должны вот сюда ее загнать. У нас должно быть их там две. Под одну трубочку мы попадаем. Это видно по узору. Подошли к стоечке. Сразу одну трубочку закинули внутрь. И следующую под одну. Теперь выводим эти трубочки наружу. Вот смотрите, теперь мы просматриваем, чтобы все было ровненько. Теперь с этого выхода трубочек мы можем сплести любой абсолютно узор. То ли это ситец, то ли это веревочка из двух, или обратно, или из двух. Если из трех, значит добавляем еще одну трубочку и плетем веревочку из трех. Но это мы будем учиться еще потом в других уроках. Сейчас я покажу. Смотрите, немного ситца. Вот мы выходим и плетем наш ситец. Это такое небольшое вступление. Это ситец вдогонку называется. Это я еще тоже покажу потом. Теперь расплетаем, так как он мне не нужен. И смотрите, плетем веревочку из двух, продолжаем так же, как мы плели внизу. Или продолжаем веревочку и обратную, тоже таким же образом. Это я вам показываю для того, чтобы вы понимали, что всегда мы закрываем ряды. Мне эти трубочки не нужны, поэтому я их просто обрезаю. Для удобства положили и под корешок обрезали. Только не так, чтобы они у вас выскочили на обратную сторону. Неудобно на камеру обрезать. Так, обрезали. Аккуратно все посмотрели, чтобы никуда ничего не выскочило. Теперь можно делать загибку. Так как вы видите, что у меня трубочки уже были вставлены, значит они у меня сухие. Берете, идете под кран и прям под краном их хорошо под теплой водой мочите. Потом можно одеть в пакет ваше плетение и оставить на какое-то время, чтобы оно хорошо промокло. После этого можно плести. Подставляем мы дополнительные трубочки. Я взяла их специально другого цвета, чтобы вам было хорошо видно. И укладываем параллельно стоечку за стоечку. Как я сказала, теперь у нас стоечки должны быть влажными. Аккуратно укладываем опять параллельно нашей коричневой. Теперь берем следующую. Так как у нас разга, это у нас загибка разга. У нас разга из трех, поэтому мы заворачиваем три стоечки. И получаем разгой из трех. Если вы загнете еще одну, то это будет уже из четырех. Теперь мы берем нашу левую трубочку и заводим за следующий стоячок пустой. Так вот. Не эту, а левую. Крайнюю. Аккуратно положили. Все сразу выравниваем. И чтобы он у нас был без пенечков, мы ее должны обрезать. Можно оставить так. Если боитесь, потом пообрезаете, когда сплетете полностью всю загибку. Если хотите без пенечков, значит обрезаем. Обрезаем на вот таком примерно расстоянии, как вы видите, от стоечки у меня. И следующую стоечку укладываем параллельно. Обрезанный. Теперь мы дальше продолжаем. Трубочки коктейльные, вы видите, я делаю для того, чтобы мои стоечки не успели высохнуть. В принципе, если плести быстро, то они высохнуть не успевают, потому что плетение небольшое. Но новичкам желательно одевать. Потому что новички плетут медленно. И если большое изделие, то тоже одеваем. Вот этот вот пенечек, вот он торчит, мы его сейчас спрячем. Можно подклеить также клеем, если боитесь, чтобы не выскочил. Аккуратно придержали пальчиком, аккуратненько все поместили и закинули за стойку. И также обрезали. Следующее опять загибаем параллельно. Можно сделать, в принципе, не только параллельно. Можно положить сверху. Тогда у вас будет объемная загибка. Она у вас будет вверх. Я раньше так тоже плела. Это тоже такой вариант. Так можно плести. Но если вы хотите сверху сделать крышку, то такой вариант не подойдет. Тогда нужно параллельно укладывать. Так мы проделываем по кругу и будем заканчивать нашу загибку. Подошли мы к последней стоечке. Также загнули за нее наш стоячок. Теперь берем следующую трубочку. Здесь желательно форму вытащить, чтобы было удобно. И теперь вытаскиваем первую нашу трубочку коричневую и на ее место вставляем нашу левую трубочку, которую мы тоже обрежем. Аккуратно обрезаем. Остается пенечек. Теперь укладываем нашу стоечку и проводим ее туда же. И она укладывается у нас параллельно сама. Оставляем ее в покое и берем нашу левую следующую трубочку. Придерживаем параллельно нашему стоечку. Теперь смотрите, самый легкий вариант. Берем спицу, продеваем на место, где была наша коричневая трубочка. Оставляем спицу пока на месте. Здесь мы вот параллельно вот этому месту. Вот так вот должно быть. Придерживаем пальчиком, если надо. Одеваем на спицу нашу трубочку, кончик трубочки. И продеваем внутрь. Со спицей оно легко проходит. Вы когда будете смачивать свои трубочки, можете вот эту вот скрутку не смачивать. Тогда у вас будет легче проходить. Этот момент. Если у вас трубочки хорошие длины, то вам хватит расстояния и можете саму скрутку не мочить. Теперь мы берем опять следующую. Проделываем так же. Спицу протянули. Чтобы вы просто не запутались, куда вам просовывать трубочку. Так же одеваем на спицу и протянули внутрь с помощью спицы. Аккуратно все подтянули. Положили все параллельно. И обрезали. Остается последнее. Делаем то же самое. Здесь мы освобождаем место, потому что пойдет у нас в это место трубочка сейчас между. Одеваем спицу, протягиваем и теперь одеваем нашу трубочку на спицу. И она должна пройти между стоячком и вот этим стежком крайним. Внутрь лечь параллельно. Теперь мы одеваем на спицу наш кончик. Он у меня коротенький. Придерживаем. И у вас должна трубочка лечь на свое место. Это деликатное место у всех плитунов. Окончание всегда вот этой загибки. Какая бы загибка ни была, это такое самое деликатное место. Вот у вас должно все по узору лечь как надо. Аккуратно все поправляем, чтобы все было ровненько. И на этом загибка закончена. Обрезаем наш оставшийся хвостик и все. И загибка разга готова. Главное понять, что куда идет, по узору. И тогда вы будете разбираться. Вот этот вот хвостик можно подкрасить зеленым цветом. Или как я потом запатинирую и все. Вот смотрите, что у нас получилось сбоку. Видите, у нас получилось и снизу, и сверху практически одно и то же. Теперь я вам покажу еще один подстаканчик тоже. Принцип плетения тот же, только подъем стоечек будет другой. Мы пробежимся по этому моменту быстро, потому что здесь все то же самое, как мы смотрели на зеленом стаканчике. Просто мы потом в конце посмотрим, как я поднимаю стоечки. Продолжение следует... 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 я не стала показывать одно и то же это та же самая у нас загибка разга которую я показывала перед этим теперь мы берем нашу краску которая у вас есть или акриловая радиаторная эмаль акриловая краска или металлик которая показывала на первых уроках у меня в данный момент это металлик я обработала патиной и получила такой вот эффект патину наносить желательно на необработанные на не лакированные изделия но если вдруг вам захотелось это сделать после того как вы уже отлакировали это можно принципе сделать смотрите это не лакированная штучка видите она такая вот крепкая но видно что немного гнется но она очень крепко а это уже лакированная она уже все дубовая с ней уже ничего не станет она уже очень-очень крепкая увидимся на новых уроках